Буквально вчера на моем ютуб канале выходил подкаст, посвященный такой игре как Верайсинг, которая появилась в интернете буквально две недели назад. В раннем доступе, конечно же, она на текущий момент в релиз не вышла, но вы уже можете ее приобрести и спокойно в нее поиграть. Данный продукт выполнен в стилистике выживача и, собственно говоря, имеет все соответствующие атрибуты. Правда, есть и отличия. Вместо привычных калашниковых, М16, машин и прочих прелестей, здесь вампиры, осиновые колья, солнце, чеснок и лошади. Собственно говоря, благодаря этому проект, скорее всего, и обрел определенную популярность и даже довольно результативно взлетел на старте. Вернее, не так. На старте этот проект вообще никто не заметил. Как было 30 тысяч игроков с беты, так, в общем-то, и осталось. Однако, уже через пару суток онлайн подскочил до 100 тысяч, а вслед за этим и до 120. На текущий момент отношение к проекту со стороны комьюнити немножко охладело, но об этом мы поговорим уже после слова спонсора. Как известно, там, где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили развести всех, прежде чем разведут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но у одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял кинуть обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало кидалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вкачать. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины. Торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались медленно, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фанпэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никакой головной боли. Только фан, профит и любимые игры. Итак, что же такое верайсинг и с чем его едят? Продукт разрабатывается инди-студией, находящейся на территории Швеции. Разрабатывался он последние несколько лет, а последний год находится на стадии закрытого бета-тестирования, которому, надо сказать, допустили довольно большое количество игроков. Ведь онлайн в стиме верайсинг последний год находился на отметке не ниже 30 тысяч человек, что, как вы понимаете, является очень неплохими результатами для закрытого бета-тестирования. Вместе с этим команда разработки постоянно добавляла и улучшала игровой процесс, расширяла спектр языков, а также в целом улучшала оптимизацию и многие другие элементы, которые важны для каждого из нас. Сам продукт выкатился на прилавке буквально две недели назад, и вместе с ним популярности, как таковой, не обрел. Оказалось, что игра просто никому не нужна, вернее, так показалось в первый день, а вот на второй ее уже нашли блогеры. К третьему же дню онлайн резко начал расти, и, как вы уже знаете, из вступления, довольно быстро дорос до отметки 100 тысяч. На текущий момент отношение комьюнити действительно к проекту охладело, и сейчас в проекте находится приблизительно 40 тысяч онлайна, но, тем не менее, это все еще хорошие результаты, учитывая, что игра может в целом занять. Кстати, чем она в целом может занять для людей, как говорится, непосвященных? Я понимаю, что часть моих зрителей зашла сюда с вполне себе конкретным вопросом, но хотелось бы произнить ситуацию и тем, кто не знает. Дело в том, что Вырайсинг — это изометрический выживач, который позволяет вам окунуться в две важные составляющие — в PvP и в PvE. От PvP здесь все те же самые приблуды, что есть, собственно говоря, в том же самом Rust или в других аналогичных проектах вроде DayZ. Рейдите противников, уничтожаете их базы, получаете добычу, тащите ее к себе домой и становитесь еще сильнее. Из PvE — боссы. По сути дела тот же самый Вальхейм, только боссов здесь гораздо больше и они гораздо сложнее. Многие аналитики, а также СМИ сравнивают боссов из игры Врайсинг с боссами из Elden Ring и проводятся некие параллели по сложности, что в действительности является отчасти правдой, потому что некоторые боссы способны очень сильно удивить игроков. Но сейчас, как говорится, не об этом. Главное, что Вы должны знать, это то, что игра еще до релиза погрузилась в огромный скандал. И скандал, надо сказать, был действительно очень громкий. Дело в том, что разработчики буквально за несколько дней до релиза Врайсинг сообщили, что продукты перестанет поддерживать русский язык. Для Вашего понимания, на бета-тестировании русский язык был. И разработчики его поддерживали, а также активно разрабатывали. Однако буквально за пару дней до релиза он был удален, что стало неприятным сюрпризом для нашего сегмента. В целом, Вы также можете понять, что это довольно сильно сказалось на репутации игры в нашем регионе, ведь наши пользователи довольно остро реагируют на все похожие отмены последние три месяца, и зачастую это вызывает у них бурю негатива. Случай с Врайсингом не стал исключением, и поэтому на текущий момент в Steam Вы можете прочитать огромное количество негативных отзывов от наших русскоязычных пользователей, для которых в подавляющем количестве случаев негатив будет вызывать именно отсутствие русского языка. При этом, в целом, оценка западного игрока составляет 90% положительных отзывов, и в целом, пользователям игра зашла. Сами разработчики объяснили удаление русского языка так называемой поддержкой Украины, и в целом, в этом нет ничего такого, однако, с течением времени разработчики передумали это делать. И буквально через мгновение мы поговорим именно об этом. Сейчас же вам нужно знать, что умельцы смогли выдрать русский язык с бета-тестирования Врайсинг, и портировать его под версию раннего доступа, при этом даже немножко ее доработав, ведь, как оказалось, в игре не так много нового контента добавляется вместе с переходом в раннюю версию. Поэтому уже в день релиза любой желающий мог скачать русификатор, и установить его к себе, собственно говоря, в клиент Врайсинга. Причем установка была довольно легкой, ведь вам нужно было скачать файлик на 16 килобайт и кинуть его в папку с языками. После этого вы могли спокойно зайти в игру, включить русский язык, и без проблем погружаться в мир Врайсинга без каких-либо ограничений. Тем не менее, сами разработчики русский язык поддерживать отказывались до недавнего времени. А совсем недавно они намекнули на то, что на текущий момент они признают проблему отсутствия русского языка, и признают, что это было поспешным решением, потому что оно ударило не только по русскоязычному сегменту, и непосредственно по российским, а также белорусским пользователям, но и по жителям Украины, а также жителям Казахстана, которые также пользуются русским языком, и в целом накрыло весь русскоязычный сегмент, который довольно объемен. В связи с этим разработчики поспешили заверить сообщество в том, что они начали работу по переводу игры сразу на несколько дополнительных языков. В числе переводов есть украинский. И да, если вы живете на территории Украины, то совсем скоро вы сможете поиграть в Врайсинг на украинском языке, что является довольно большой редкостью. Как вы понимаете, проектов, которые имеют украинскую локализацию, не так уж и много. Вместе с тем, разработчики также намекнули на то, что в перспективе может появиться перевод и на казахский, так что если вы житель Казахстана, в будущем, возможно, вы сможете поиграть и на этом языке, если вы им пользуетесь повседневной жизнью. Однако украинский — это почти что свершившийся факт, и его добавят уже в следующем обновлении. В этом же дополнении, которое вышло буквально несколько часов назад, разработчики вернули обратно русский язык. Так что теперь вы можете свободно играть в Врайсинг, используя русский язык как основной, и вам для этого даже не нужно качать русификатор в интернете, что раньше занимало приблизительно 30 секунд. Теперь этот же самый русификатор, имеющий точно такой же перевод, будет присутствовать в самом клиенте. Для того, чтобы воспользоваться им, вам нужно просто обновить клиента и зайти в игру, выбрав его в настройках. Также разработчики в двух словах поделились планами на свое будущее. Как вы знаете, до этого команда, разрабатывающая Врайсинг, в основном сообщала о невероятных успехах, которым им удалось добиться, и о удивлении, которое они испытывают. Дело в том, что на текущий момент игра продалась тиражом в 2 миллиона копий, что является довольно неплохим результатом для абсолютного инди-разработчика. И поэтому команда первое время отходила от шока, а также пыталась распланировать свои, как говорится, действия на будущее. Тем не менее, никаких адекватных идей они в интернете не публиковали, что начало несколько смущать игроков. На текущий момент начала просачиваться первая информация по тому, чем будет заниматься команда разработки в ближайшее время. Во-первых, они занимаются правкой ошибок и багов, которые присутствуют в игре, и уже в текущей версии Верайсинг вы можете обнаружить ряд исправлений, которые, возможно, вы застали, играя в прошлую версию Верайсинг, до русификации. Кроме этого, команда разработки собирается в ближайшее время выпустить ряд нового контента. Речь идет, конечно же, про боссов, а также про появление нового крафта. Разработчики не исключают, что появятся еще более высокие тир экипировки, а также, возможно, целая новая локация, которая будет доступна на общей карте. Но не это самое главное. Дело в том, что команда разработки на стадии бета-тестирования в фоновом режиме занималась созданием морского контента. Да, в играх-выживачах это не принято, однако здесь разработчики действительно трудятся над этой составляющей. И, как нам известно, до сих пор они не добились особых успехов. Тем не менее, разработчики вновь намекнули на то, что морской контент может появиться в будущем. Нам не стоит ожидать его в июльском патче, однако весьма вероятно, что до конца лета нечто подобное может появиться в игре, а, соответственно, наши вампиры смогут наконец-таки поплавать на кораблях, что, как по мне, является хорошей новостью. Кроме этого, разработчики обмолвались насчет того, что игру можно будет приобрести за гривны. И опять-таки, это новость для тех, кто живет в Украине. Совершить покупку за гривны можно будет на сайте проекта. Правда, про какой именно сайт идет речь, я так до конца и не понял, потому что, как мне казалось, у Vericing нет собственного сайта. И он распространяется только через Steam, а через Steam покупка вроде бы и так доступна. Тем не менее, разработчики сказали, что это будет возможно. Весьма вероятно, что сайт есть, и я просто его не нашел, либо же они работают над сайтом для Vericing, и скоро мы его увидим. На этом, в целом, официальную часть новости можно заканчивать, но я попрошу вас еще буквально о минуточке внимания, потому что есть и вторая новость, которая также, наверное, коснется вас, если вы до этого не играли в Vericing, но при этом давно смотрите мой канал и, например, интересуетесь World of Warcraft. Я понимаю, что эта игра, возможно, вас заинтересовала. И если вы смотрите этот ролик 17.06 в пятницу, то вы можете иметь в виду, что сегодня вечером в 19.00 по московскому времени произойдет перезапуск моего собственного проекта. Еще незадолго до релиза проекта Vericing некоторые игроки пытались убедить меня в него поиграть, и в итоге у них ничего не получилось. Да, игра меня заинтересовала, концептуально мне казалось, что это MMORPG, но в итоге казалось, что это классический выживач, и игру я списал. Тем не менее, после релиза мой коллега Виги, а также некоторые зрители все-таки убедили меня попробовать эту игру, и после 30-ти минутного геймплея я понял, что Vericing это действительно очень крутая игра. Также я понял, что у Vericing есть одна очень большая фундаментальная проблема. Дело в том, что прогресс вашего персонажа полностью привязан к серверу, на котором вы играете. И чтобы вы понимали, в Vericing есть такая проблема, как схлопывание серверов. Большинство игровых миров здесь существует максимум один день, и на следующий день в него уже никто не заходит играть. Более того, некоторые сервера не выдерживают даже нескольких часов, и уже мгновенно теряют весь накопленный онлайн со старта. Каким бы хайповым ни был проект, игроки имеют привычку очень быстро с него уходить. Именно поэтому я понял, что для комфортной игры мне нужно создать свой собственный сервер, на котором я лично буду находиться, который я буду курировать, который я буду продвигать и рекламировать среди сообщества, и таким образом привлекать все больше новых пользователей. А также гарантировать себе, что мой прогресс не обнулиться ни сегодня, ни завтра. В результате чего и был создан мой собственный сервер, информацию о котором вы можете найти прямо сейчас на экране. Первая надпись — это название, по которому вы можете найти его через поиск. Вторая — это айпишник, по которому вы можете подключиться к нему напрямую. Мой сервер был запущен в абсолютно стандартных настройках, в допово по режиме для двух игроков. В целом у меня была задача передать максимально ванильный экспириенс, так сказать, официальный, чтобы пользователи, посещая сервер, могли, как говорится, чувствовать себя в оригинальной версии игры, без дополнительных модов или усилений. Проще говоря, акцент в первую очередь стоял на новичков. Однако в итоге что-то пошло не так. И знаете что? Оказалось, что стандартные настройки в Rising — это очень плохая идея, потому что карта довольно быстро забивается домами, дома не исчезают, люди не играют, новички не могут найти новое место под свое жилище, заходя на сервер, и в итоге сервер начинает медленно и успешно гнить. Тем не менее, мой реалм продержался две недели с более-менее адекватным онлайном в 40-45 человек из 100, хотя на релизе онлайн был фуловый, и на текущий момент, посовещавшись с игроками, было решено сервер перезапустить. Собственно, перезапуск состоится сегодня, 17.06 в 19.00 по Москве. Сервер все так же будет приближен к оригинальному, и в первую очередь будет акцентировать внимание на игру новичков, то есть если вы еще не играли в Rising, то как раз на этом сервере вам будет удобно начать. Сегодня придет первый и пока что последний вайп, других не планируется, поэтому ваш прогресс, по идее, не будет обнуляться с течением времени. Также в проекте появится ряд изменений, которые позволят серверу существовать в дальнейшем, и при этом позволять новым игрокам постоянно отстраивать свои жилища. Так что если захотите попробовать в Rising, вы можете, собственно говоря, это сделать на моем проекте, вся информация будет также в описании, не только на экране. Кроме этого, сразу скажу, что игра стоит 435 российских рублей, что, как вы понимаете, довольно недорого, и приобрести ее можно через Steam. Если через Steam приобрести не получается, есть, опять-таки, мой спонсор FunPay, я его рекламировал в начале ролика, ссылка есть в описании. Можно приобрести как ключ напрямую за приблизительно 500 рублей, так можно купить и непосредственно пополнение баланса в Steam. Это удовольствие выйдет вам приблизительно на 10 рублей дороже, чем выйдет сама стоимость игры, то есть примерно 445 российских рублей. Так что при желании можете приобретать. От себя же скажу, что сервер я в первую очередь делаю для своих зрителей, и буду надеяться, что вы на него заглянете, потому что очень хотелось бы иметь снова популярный сервер, и хотелось бы играть непосредственно с вами. Потому что, как мне кажется, играть со своими зрителями всегда приятнее, чем играть с людьми, которых ты не знаешь. На этом я буду заканчивать свой подкаст. Как вы заметили, мы уже немножечко отошли от темы, которую должны были обсуждать. Все новости до вас я донес, всю информацию, которую я хотел дать по своему проекту, я дал, а поэтому я буду бесконечно признателен вам за ваши лайки. Кроме этого, вы можете оставить в комментариях информацию на тему того, будете вы играть или нет. Если же вдруг будете, то вы можете также по ссылке в описании добавиться ко мне в Discord. Там есть специальный раздел под Верайсинг, и сейчас там огромное количество игроков ищет тиммейтов. Я напомню, что серый рассчитан по двух игроков, но можно играть и в одиночку. Если вдруг вы хотите поиграть с кем-то, то можете как раз добавляться. Чатик очень живой, ребята постоянно что-то обсуждают, дают советы, кооперируются для различных активностей, так что я думаю, вам будет интересно. И, собственно, за подписку на YouTube я вам тоже буду признателен, потому что, когда вы подписываетесь, это очень сильно мотивирует создавать мне новый контент. Заранее спасибо за всю вашу активность, и, конечно же, за то, что досмотрели этот подкаст до конца. До очень скорой встречи.